Всем привет! Я уже давно хотела снять какое-нибудь простое разговорное видео на тему ухода за собой, простого и легкого, ухода за собой в стиле минимализм и поделиться своим опытом, потому что у меня он уже большой, многолетний. И помимо опыта поделиться тем смыслом, который я в это вкладываю. И это будет тоже видео из разряда минимализм как образ жизни в первую очередь. Я не буду ни показывать баночки с какими-нибудь косметическими средствами, которые я использую, ни рекламировать и говорить об экологичных брендах и тому подобное, ни советовать никакие салоны. Для меня минимализм это когда все просто и легко, когда ты с большинством вещей и процедур каких-то справляешься самостоятельно, без чьей-то помощи и с большим удовольствием облегчаешь свою жизнь тем, что освобождаешь много времени, лишая себя походов по салонам красоты, парикмахерским и тому подобное. Сразу хочу заметить, что мое мнение и мой опыт это не истина в последней инстанции и всему слепо доверять нельзя. Так же, как и я принимаю чье-то чужое мнение, вы должны принимать мое и просто подчеркнуть что-то полезное из этого видео, если вдруг такое увидите. И перед тем, как начать рассказывать свою историю и давать советы, я хочу заметить еще один важный момент. Обществу все равно нарощены у вас ресницы и как они накрашены, закрашиваете ли вы седину, как вы стрижете волосы и голову, как одеваетесь и насколько модная у вас одежда. Единственное, что должно волновать общество и что его касается, это чтобы вы были опрятные и от вас нормально пахло, чтобы вы были чистые и опрятные. Все. Все остальное никого, кроме вас, не касается и касаться не должно. Чистая голова, чистая одежда и все. Все остальное только ваш выбор, ваш вкус и ваше какое-то поддавание влиянию рекламы, модных тенденций и так далее. И именно с этим и нужно работать. Большинству кажется, что если мы не сделаем определенную процедуру или каким-то образом не изменим свой внешний облик, то нас осудит общество. Нет, осуждаете только вы сами себя. И вот минимализм в каком-то роде от этого излечивает. Я считаю, нужно работать с тем, что нам дала природа в первую очередь. Если у нас мало ресничек, не нужно их искусственным образом добавлять. Если пухлые щечки, не нужно их убирать и вытащивать скулы, загонять себе здесь какие-то инъекции. Если тонкие губы, тоже не нужно ничего с ними делать. Если рано начинают сидеть волосы или если просто волосы какого-то фу, непонятного, зеленоватого, русого цвета. Это не так. Они прекрасны. Многие краски специально выводят такие оттенки, чтобы потом с помощью маркетинга их продавать. Просто примите свой внешний облик. Просто примите как данность, что все, это дала природа. Именно с этим нужно работать. А не ломать себя, переделывать и перекраивать. Совершенствовать то, что дано природой. А не ломать и полностью видоизменять. Ну, я думаю, можно уже начать. Я буду рассказывать по порядку, по крайней мере стараться. Пускай первыми будут брови и ресницы, раз уж я до этого уже про них сказала. Я вообще девочка светленькая, блондинка. И у меня и ресницы, и брови прям светлые-светлые. Не как у альбиноса, но все равно очень светлые. И мне, конечно, мое лицо больше нравится, когда они чуть затемненные. И единственное, что я с ними делаю, это крашу их раз в месяц, один раз в месяц всего. Краской для бровей и ресниц. Или коричневой, или черной, смотря какую куплю. Стоит она 75-100 рублей в любом магазине. Конечно, бывали паузы от этой процедуры. Но, в принципе, уже на протяжении 10 лет я это делаю. Конечно, нужно, как ко всему, приловчиться, приноровиться. Но это очень легко. Также я считаю, что бровям не понадобится никакое ламинирование, покрытие или еще какая-нибудь процедура актуальная в этом году, в этом месяце. Любой срок подставьте. Если они просто есть. Если вы перестанете их щипать и просто будете придавать форму, которая подчеркивает ваш класс. А если вы не знаете, какую вообще ничего с ними не нужно делать. Просто растут и растут. Главное, они должны быть на лице. Этого достаточно. Это волосы. В салонах вообще и, допустим, на съемках клипов или фильмах и так далее, актерам и вообще моделям укладывают специально брови так, чтобы волоски лежали естественно. А почему они просто не могут лежать, как лежат без всякой укладки? В этом и заключается естественность. Многие ее имитируют, но зачем эта имитация, когда это может быть просто натуральность, просто действительно первозданный вид. Так же и с ресницами. Понятное дело, что кто-то может скажет, что если их наращивать, то не нужно тратить по утрам время на то, чтобы краситься. То ты всегда красотка, у тебя всегда вот этот изгиб, подъем и вообще не нужно ни о чем переживать. А то, что в принципе на глазах что-то инородное, то, что это тяжесть и дискомфорт, то, что это не твой естественный облик. И каждый раз, когда нужно будет сделать паузу или не будет возможности сходить из-за там, ну не знаю, отъезда куда-то, отпуска, по любой причине. Но вот не получится прийти на очередную там коррекцию, на наращивание еще чего-то. И свой облик без ресниц уже будет восприниматься как что-то, фу, кошмар, боже, верните их поскорее. Зачем это моральное и физическое насилие над собой? Да, громкие слова, но ведь это действительно странно. На какое-то время что-то на себя нацеплять, чтобы без этого уже чувствовать себя голым и некрасивым. И это я сейчас не упоминаю о тренде и вообще о тех девчонках, кто специально осветляет себе и брови, и ресницы, делает их ядерно-белыми. Кто специально может там выщипывать себе ресницы, чтобы глаз был такой больше на японский какой-то похож. Есть и такие люди, и такие косметические процедуры, и это тоже считается эстетическим и красивым. Так зачем мучить себя и издеваться, меняя то, что дано природой. И то, что можно полюбить и принять. И то, о чем другие могут только мечтать. А еще, учитывая периодичность вот этой процедуры с наращиванием, ламинированием и так далее, это как зависимость. Это действительно как курение. Это просто вот зависимость, без которой ты не можешь жить, без которой ты чувствуешь себя неполноценным человеком. Сюда же входит маникюр и любые трансформации с ногтями. Если честно, вот я просто не понимаю даже зачем. Мне хватает, я в принципе люблю белое, люблю максимально все простое и естественное. Я имею ввиду интерьеры, какую-то стилистику, в искусстве, во всем. Я люблю то, что попроще. И мне в моей одежде хватает цветов для того, чтобы не чувствовать необходимости добавлять в свой облик и стиль какие-то еще яркие разноцветные элементы. Поэтому на ногтях мне делать ничего не хочется. Бывает раз в полгода, когда захочется. И у меня действительно есть там нежно-оранжевый и темно-серый лаки. И когда вот прямо, ну вот это вот что-то девочковость какая-то проснется, приспичит, я могу их накрасить, но я никогда не пойду в салон. Потому что две недели терпеть что-то такое же, абсолютно инородное, на ногтях, на своих руках, при том, что мне нужно стирать, мыть посуду, да вообще рисовать. Я не могу и я не вижу в этом смысла. Мне нравятся вот их естественные ощущения. И это такой же прикол для меня, как с ресницами и с укладкой бровей в имитацию естественности. Делать нюд на ногтях или какой-то френч, при том, что они и так изначально так выглядят. Зачем? Если вы там кусаете ногти, обрываете, есть способ от этого, в общем, это проблема психологическая. Есть способ от этого избавиться без вот этих вот налепливания чего-то и издевательства над своим телом. Это мое отношение. Кому нравится, кто действительно кайфует от того, чтобы прийти, вот так ручки сложить, и чтобы кто-то в них что-то делал. Пожалуйста, я же, я не против. Я этого не приемлю для себя. И пытаюсь объяснить тому, кто тоже испытывает дискомфорт какой-то в этом, что можно жить и так, можно жить без этого. Абсолютно прекрасно. И не случайно, не случайно в салонах, по крайней мере сейчас в Москве и в Питере очень активно набирает обороты популярность процедуры, когда просто вот обычные естественные ногти без каких-либо покрытий их обрабатывают, подпиливают кутикулы там, тыры-пыры, то все. Это по цене стоит так же, как шелак с дизайнами там и всяким таким, но при этом ты уходишь как бы оттуда со своими естественными, натуральными, здоровыми, ухоженными руками. Народ придет к этому ко всему, девчонки поймут, что это бессмысленно, эта мода когда-нибудь пройдет. Ну и вот про ресницы и брови я сказала, что единственное, что делаю, это крашу их краской для бровей с ногтями, я не делаю вообще ничего. Когда они отрастают, я их подпиливаю, если мне кажется, что они сильноломкие, я могу их в лимончике подержать и все, больше я не делаю ничего. У меня стоят, конечно, средства, я могу и говорю, бывает, но это действительно, я не помню, все лето я к этому не притрагивалась. Чтобы что-то накрасить, что-то сделать. Внутри бутылечка у меня стоит. Ну, теперь перейдем к следующей теме, это здоровье кожи, прощи, какие-то высыпания. В моем случае все зависит от питания и от стресса. Когда мы переезжали, у меня было на лице такое, очень страшно. И буквально через месяц после того, как мы освоились, обжились, все устаканилось, у меня все прошло. Точно так же, как если я ем какую-то ерунду и бяку, все вылазит, как будто мне 14 лет. Если у меня все хорошо, спорт, питание, все отлично, у меня чистая, гладкая кожа. Я пользуюсь биби-кремом, я не пользуюсь вообще тональными кремами, я вообще не пользуюсь пудрой, вообще абсолютно. Вы видели, я ношу биби-крем, рисую скулы, ну, во влогах в смысле. И больше я не делаю вообще ничего, потому что кожа, в принципе, и так нормальная. Главное это питание и стресс, чтобы питание было в порядке и не было стресса. Также у каждого человека есть какой-то свой вот этот вот перечень того, что нужно соблюдать, чтобы личико было в порядке. Но что нам правильно? Лень. Лень задумываться, проще замазать, проще сходить в салон на какую-нибудь чистку и при этом даже не посетить перед этим ни врачей, ни дерматологов, ничего. Я считаю, это кожа, это лицо, это, ну, не самое практически главное, но это то, что видят другие люди, и это то, что мы видим в зеркале. Это очень важно. При этом я сама никогда не была у врачей или что-то такое, но я знаю, что кожу нужно увлажнять. Мне для этого подходит абсолютно любой крем для лица, просто любой. Здесь могу только выявить, что зимой самый офигенный, с которым не будет никакого шелушения носа и вот этого вот всего, когда вот шелушится все и падает, это Бора Плюс тоже. 70 рублей и зашибись. Чтобы на регулярной основе каждый день смывать косметику какой-нибудь специальной пенкой, а потом мицеллярной водой, а потом еще какими-нибудь лосьонками, нет. Я умываюсь обычным мылом, просто обычным мылом. Я смываю всю косметику. Да, кожа там сушится, кожа еще что-то, но я тут же выхожу, вытираюсь полотенчиком и увлажняю ее обычным кремом для лица. И если у меня в порядке питание и нет стресса, у меня замечательнейшая кожа. Казалось бы, да, как сюда засунуть экономию и минимализм? И куда уж ужаснее умываться мылом и пользоваться каким попало кремом? Ну, друзья мои, у вас у всех тоже есть родственники и тоже есть друзья. И вам точно так же на праздники, будь то день рождения, 8 марта, новый год, явно дарят какие-то подарки. Так вот, если вы сами не будете захламлять свой шкафчик в ванной комнате или там какую-нибудь косметическую полочку, то она будет заставлена прекрасным ассортиментом из подарков. Если ваши друзья, ваши родственники будут знать, что вы всегда рады какой-нибудь косметике, какой-нибудь кремику, пенке для умывания, лосьону, чему угодно, они будут вам это дарить. А вы будете принимать это с удовольствием, а не так, что очередной бутылек, там, очередной гель для душа, зачем он мне нужен. Я вот свои потребности решаю так, при этом у меня их нет, то есть это потребности, которых нет, но они появляются, если мне что-то дарят. Конечно, я это использую, эту сыворотку, эту пенку, но если ее не будет, то она мне и не нужна. И также к коже и прыщам еще важно добавить косметику. Тоже, если нет каких-то закидонов в голове, тараканов и комплексов о том, что выйти в магазин страшно ненакрашенный, или о том, что вот должно быть куча слоев тоналки, пудры, то нечему закупориваться. И от того, что редко пользуешься косметикой, кожа будет лучше. Так же и с ресницами, так же с чем угодно. И с волосами тоже. Про волосы у меня еще впереди монолог. Это ведь довольно иронично, да, что прыщи мы их замазываем тональником, и их становится еще больше, и кожа становится еще хуже. Просто откажитесь от косметики. Вот был уже прекрасный период, да, карантинный, я его не, точнее без сарказма и иронии называю прекрасным, когда девчонки узнали, что такое, когда отпадают ресницы, когда не красишься несколько недель, и перед зеркалом, точнее в зеркале появляется твой настоящий облик, и к нему привыкаешь, потому что ты вынужден. Так вот, то же самое произойдет, если отказаться от косметики хотя бы на какое-то время. Волосы. Сначала волосы на теле. Это довольно интересно, что сейчас из-за тенденций, из-за бодипозитива, и вообще из-за того, что всем надоели эти идеальные неземные люди, модели-актеры, наибольшую популярность и внимание приковывает к себе тот, кто не строит из себя какого-то неземного, идеального Аполлона или там красавицу-принцессу. Если актриса не стесняется показать, что у нее где-то вылез волосок, где-то вспотела подмышка и что-то подобное, то она становится из-за такого чувства, что, ой, да я такая же, как она, или она такая же, как я. Она больше притягивает и вызывает интерес, чем вот FIFA, которая всегда везде идеальная и вот прямо невероятная. Поэтому мода на какие-то лазерные эпиляции и вообще мода на то, что я девочка и у меня ничего нигде нет, от природы ничего не растет вообще ни на ногах, ни в каких других местах, и я куколка. Вот это все умрет и умирает и поскорее бы уже умерла окончательно. Нет, я не призываю бегать в мешках из-под картошки с небритыми подмышками, но каждый человек сам должен быть в состоянии сбрить и удалить то, что ему где-то не нравится. И не потому, что ему, так сказала, мода или реклама, что волосы в подмышках нужно отрастить и покрасить в малиновый цвет или зону бикини нужно удалять и пилировать определенным образом, а потому что ему что-то комфортно, а что-то нет. Вы решаете сами, где что удалять и какими способами. Я не думаю, что набор бритвенных станочков за 200 рублей или эпилятор – это что-то пугающее, ужасающее и прям-таки варварское. И теперь мое любимое – волосы на голове. Обожаю эту тему, потому что очень и очень горжусь тем опытом, который приобрела за эти годы, за, получается, уже за 6 лет, и все 6 лет я живу со своим натуральным, естественным волосом. В детстве я была и бордовой, потом ближе к институту я была и рыжей, и темно-русой, а потом я обесцвечивалась зачем-то, хотя вот я блондинка, и я все красилась и красилась, и оттенялась в пепельный, и что только не делала. Потому что казалось, что вот сейчас я изменюсь, и так будет всегда, и мне так это понравится, и я это буду поддерживать всю жизнь, так же, как со стрижками. Но оно так не работает, и никогда не сработает, потому что корни растут, потому что если это не натуральный, неестественный облик, к нему никогда не будет гармоничного вообще сочетания ни одежды, ничего, вы просто не будете видеть в его зеркале истинную себя. Конечно, есть люди, я ими восхищаюсь, у которых просто суперпостоянство, и они 30 лет, ну вот выбирают себе одну прическу, один цвет волос, там и так далее, и они 30 лет его поддерживают, неважно салонами или самостоятельно. То есть это стиль, который ты сам себе выработал, и ты ему следуешь десятилетиями. Это супер. Я так не могу. Я не могу придумать, переконвертироваться в кого-то и вот так вот ходить, так существовать. Если просто из-за того, что мне, если я знаю, что я способна на какие-то перемены, что я могу их осуществить, они мне будут нужны постоянно. У меня так было с волосами. И только когда я увидела, что наибольшим образом меня удовлетворяет их натуральный вид, их качество натуральное, их густота, их цвет, такой светло-русый и блондинистый, я поняла, что все, я просто облегчу себе жизнь, и больше ничего не хочу никогда менять, и хочу оставить их такими, и пускай такими они будут, и я освобождаю свой мозг и разум от поиска своего стиля хотя бы на голове. Одежду буду перебирать сколько угодно дальше, но голова, больше ее не трогаю. Так и представляете, сколько денег я сэкономила за эти 6 лет на отсутствие походов в салон красоты, в парикмахерские, на краски для волос и так далее. Это безумное количество денег. Не говоря уже о том, что я истригусь самостоятельно, вообще самостоятельно, либо сама, либо это делает мой муж. А техника, методик – это интернет, здесь есть все. И вот вам, пожалуйста, кучу разных способов, как девчонки стригут себя сами. Не знаю, как вы, а я все детство мечтала отрастить себе длинные волосы, и желательно одной длины, потому что я смотрела вот на этих актеров, на актрис, на голливудских каких-то див, и я понимала, что вот это вот чирик-чирик, оно, как за этим нужно либо вот ухаживать, укладывать, что-то делать, а так ты вот проснулся, распустил, и все, и королева. Мне всегда хотелось вот такого же. Но вот это постоянное желание перемен, оно все портило и нарушало это стремление тем, что хочу вот здесь и сейчас что-то изменить. Поэтому я, если вам интересен вот уход за собой в этом стиле минимализм, просто расслабьтесь. Пускай ваши волосы отрастут на достаточную длину, чтобы можно было не ходить в парикмахерские, а просто самой их определенной методикой подстригать, чтобы отрос полностью ваш цвет, естественный, настоящий, чтобы они восстановились, восстановились и стали вот такими, какие есть от природы. Насчет качества волос, мытья, у меня тоже был этот опыт, и мне казалось, что покрашенные волосы, они гораздо проще укладываются, берутся плойками, и вообще форму там, прическу легко уложить. Так если они живые, настоящие, натуральные ваши, вам не нужна ни плойка, ни какие-то укладывания. Они просто вот лежат, как есть, и уже вот это лежание, как есть, это уже красиво, это как с бровями. Естественное ламинирование, зачем? Это и так естественность, в этом и дело натуральности. Про мытье и какие-то средства тоже для волос особо не буду говорить, здесь у всех разная кожа, поэтому, возможно, и нужен будет разный уход. Конкретно про меня, мне вообще не важно, чем мыть голову, шампунем для жирной, нежирной, гелем для душа, чем угодно. У меня всегда все одинаково. Вот такой волос, густой, жирный, не знаю, мне все равно. Всегда все равно это раз в два-три дня. И максимум, на что я способна, это на небольшие какие-то волны. И то вот переборщила с воском, который у меня есть, тоже одна баночка, которой 4 года уже. И то смотрится как что-то не то, хотя мне казалось, что вот сейчас я изменю как-то свой облик. Короче, лучше естественности нет ничего. А дальше методом проб и ошибок. Но одно дело, это каждый месяц мучиться от того, что нужно идти в салон, подстригаться, придумывать себе какой-нибудь новый цвет, может поэкспериментировать. А другое дело, это когда ты просто моешь голову одним шампунем, а потом пробуешь другой и понимаешь, какой из них тебе лучше подходит. Это несравнимо меньшие затраты и финансовые, и моральные, психологические, да и просто какие-то жизненные, что меньше надо ломать голову. В принципе, наверное, относительно косметических и каких-то салонных вот таких вещей и ухода за собой, я прошлась, по-моему, по всем темам. Даже маленько питание коснулось и кожи, и вот этого всего. Понятное дело, что есть эстетика и красота, а есть ухоженность. Есть те, кто ухоженной девушкой, назовет девушку, у которой укладка идеальная, реснички к каждой расположены, красные губы с самой дорогой помадой накрашенные, отутюженное платье по фигуре. Кто-то эту девушку назовет ухоженной. Я назову девушку ухоженной, если она чистая, опрятная и улыбается стоит. Вот в этом просто у каждого точно так же и с красотой, точно так же и с эстетикой. У каждого просто свои представления, свои какие-то понятия. Но салоны красоты – это бизнес, мы живем в капитализме. Никто не устанавливает сверху, свыше нормы того, как нам выглядеть. Этими нормами управляет только реклама, только тренды, только мода. И салоны красоты – это как раз-таки вот эти тренды. И даже если у вас 20 лет, вы поддерживаете одинаковую форму бровей, одинаковую стрижку, одинаковый цвет волос, если вы придете в салон, то мастер, который считает себя мастером, гуру во всем этом, вот в красоте и в эстетике, он может вас подтолкнуть, чтобы вы опробовали какой-то тренд дурацкий, дебильный, идиотский совершенно. И из-за этого отдали больше денег, стали выглядеть так же, как все, и в общем уже перестали быть верны себе. Салоны делают всех одинаковыми. Одинаковыми блондинками, одинаковыми брюнетками, одинаковыми этими с наручными ресницами, вколотым подбородком, губами приплюснутыми. Все становятся одинаковыми. А девушки, в каждой есть своя уникальность. Природная, красивая, необычная уникальность, которую вот с совершенствованием естественным и простым можно раскрыть в настоящую, в глубокую, восхитительную красоту, а не отшлифовать, переделать, вот так вот извратить, сделав ее такими же, как еще сотни тысяч других девчонок. Вот что такое для меня минималистичный уход за собой. Когда все просто и легко, и все можно сделать дома самой, и я ни о чем не переживаю, и могу год не стричься, полгода не красить ни брови и ресницы, не трогать ногти, не делать ничего с собой, и все равно быть ухоженной, быть красивой, и знать, что если вот у меня есть настроение сегодня сделать себе спа-день, я достану все свои лосьоны для тела, лаки для ногтей, две штуки, один лосьон для тела, и намажусь, и буду себя чувствовать прекрасной королевой и так далее. Вот в чем радость. Именно радость ухода за собой вот в таком вот простом и очень-очень дешевом стиле. Спасибо, что смотрели и слушали. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»